Приветствую всех любителей шахмат. Сегодня мы рассмотрим невероятный разгром, который случился в партии Анатолия Карпова и Веселина Топалова в 1998 году. Итак, Анатолий Евгеньевич открывает поединок ходом конь F3 и Топалов решил уважить местных фанатов шахмат применением голландской защиты. Белый захватывает центр, на ответное конь F6 вбрасывает слона в зону. Так любил играть и девятый чемпион мира Тигран Петросян. А еще он любил шутить. Если ваш противник планирует разыграть голландскую защиту, то главное ему в этом не мешать. Ну что ж, Топалов открывает диагональ для развития слона. Карпов завершает развитие конницы, черный готовит аркировку и двенадцатый чемпион мира меняется на поле F6. Предоставляет противнику преимущество двух слонов, но при этом захватывает центр, получает перевес в развитии и возможность атаки, несколько ослабленного ходом F5 королевского фланга. Болгарский гроссмейстер делает два нуля. Карпов нападает на пешку, F5 черный защищается, правда при этом еще больше ослабляет позицию короткой аркировки. Белый готовит аркировку в длинную сторону. На ответное слон G7 выставляет панцирь против дальнобойного слона противника. И черным нужно было поменяться на поле Е4, напасть на коня, защитить пешку на поле Е6, с идеей пойти к концу 6 и вскрыть позицию продвижением Е5, используя преимущество двух слонов. Вместо этого в партии болгарский шахматист пошел к концу 6. Карпов эвакуирует короля на ферзевый фланг и опять заслуживал внимания размен на поле Е4. С преимуществом двух слонов нужно вскрывать позицию. Неужели Топалов забыл эту прописную истину? В партии он сыграл Д5, окончательно замуровывая своего белопольного слона. Естественно, Анатолий Евгеньевич запирает позицию, чтобы развязать себе руки на королевском фланге. Топалов пытается развить ферзевый фланг и, увидев зацепку пешку на поле Ж6, Карпов запускает Шурика, чтобы вскрыть линию Аш. Черные хотят встретить продвижение этой пешки ходом Ж5. Белый тащит все игрушки в детскую. Черный коня на защиту королевского фланга. Карпов играет Ж4, Топалов пытается закрывать позицию, но после хода Аш5 и ответного продвижения пешки проводит Кабани удар. Но коня приходится брать, иначе непонятно, за что черные страдают. Карпов нападает на слона, после отступления атакует пешку Ж5. Безусловно, Веселин мог защитить эту пешечку, но белый усиливает нажим и пора королю сваливать. Белый пробивает на поле Ж5, нападает на ладью и пешки продвигаются вперед. Три фигуры черных на ферзевом фланге смогут лишь издали с балкончика посмотреть на коронацию одной из белых пешек. В нашем же поединке Веселин Топалов решил на фланговую атаку ответить контур ударом в центре, но слишком поздно. Карпов пробивает на поле Ж5, угрожая матом. Затянуть сопротивление можно было ходом конь Ж6, контратакуя коня на поле Ж5. Здесь белый защищает коня, нападая на вражеского. На оборонительной ферзь Е8 играет ферзь С2, и позиция черных разваливается. Коню отступать нельзя из-за мата на поле Х7. Но видимо предводитель армии черных решил умереть стоя, тяпнул пешечку и схлопотал мотца от белого слонца. Вот такой невероятный разгром в партии двух экс-чемпионов мира. И в завершение разбора я хочу выразить благодарность за оформление спонсорской подписки Вадима Павленко, мотофанатам и всем ночным мотоциклистам. Поддержите же его видео лайками, репостом и до следующих встреч.